На что нужно обращать внимание при покупке бриллианта? Во-первых, это должен быть бриллиант, а не его заменители. Стекло, Зваровский, Муассанит, Циркони. К сожалению, один из трех самых распространенных тестеров на Муассанит не реагирует и дает ответ – бриллиант. Все доморощенные способы, посмотреть на газетный лист и т.д. хороши, если делаете это регулярно, как и любой другой навык. Искусственные бриллианты. Если вы в курсе, что это искусственный, нет проблем – покупайте на здоровье. Бриллианты, частично заполненные стеклом – методика Ягуды. Я категорически против их покупки. К сожалению, сертификат ЖЭА, столь любимый в России и на Украине, не очень внятно указывает на эту методику. Для исключения подобных камней лучше ориентироваться на сертификат HRD. Бриллианты, цвет которых был изменен с помощью высокого давления и высокой температуры. Если вы знаете, что это такое и покупаете существенно дешевле – ваше решение. Когда вы купили, я думаю, что вы купили, что вы купили. Потому что, чтобы купить творческие диамон, это не важно, что у ETF или качественные киа, не зависит от неизвестного кой 연�ела. Но если вы купитеdal, вы дай им дай у кого-то важное. Кто у вас увлекает волк для человека, кто-то – у вас есть личный собственное сердце, либо что тебе дай им дать его. Что-то это единственное, что всегда GNA злит sudden When you buy diamonds, you are giving a diamond for someone who is important for you, who has a personal, that you are sharing a personal feeling to him. You want to give him something real. Something real that will always keep his value. When you buy a treated diamond, or laboratory-growing diamonds, and it doesn't matter if it's color treatment or quality treatment, you are giving illusion. For someone that you truly love, you give real things. If the relation is for a long-term relation, you buy a real diamond. If it's just relation for a short period of time, buying the conia, it will cost you cheaper. The effect is exactly the same. Во многие приличные магазины такие камни просто не заносят, чтобы не запачкаться. Я не участвую в сделках с подобными камнями. Точно так же, как не торгую наркотиками и не ворую деньги у нищего слепого на улице. В сертификатах бриллиантов бывают разного качества. Безусловно, доверять можно только характеристикам, указанным в сертификатах HRD и GIA. Это все было про негатив. А к чему же стоит стремиться? В огранке в сертификате указано CAT. Должно быть отличное или очень хорошее. При хорошем или слабом качестве огранки бриллиант не будет блестеть. Да, немного дешевле, только блестеть не будет. А он BRI, то, что должно блестеть. Бриянт. Конечно, вы можете видеть, что вы прежде If you're a good eye vision, you can see the difference between a diamond who is a beautiful cut, or excellent cut, like we call it in professional language, or just a good or fair cut. The difference is actually by the reflecting of the colour, the reflecting of the fire of the stone back. Excellent cut diamonds is when you take the diamond, and it doesn't matter if it's set in a ring, or in a ring, or in a pendant, in every movement it will play with the light. It reflects you back the colours and the beauty of the stone. Когда даймонд будет менее красивым, касается к коту. Я всегда говорю о касается к коту. Это будет красиво. Но, конечно, огонь вы получаете от стены не будет точно так же. Вопрос в том, что вы выглядите хорошим? Вы выглядите очень хорошим? Или вы выглядите очень хорошим? Как все в жизни. Если вы покупаете хорошие, хорошие хорошие. Какая цена в отличие от кота? Мы говорим о чем в кота. Только в кота. Мы говорим о том, что они. со стены, со стены, со стены, со стены. Оно с кота. Это очень много. Но это тоже такое. Чистота желательно не меньше, чем Very Small 2. Камни EF, абсолютно чистые, это инвестиционные камни. Они слишком дороги для использования в ювелирных изделиях. Между этими двумя границами, EF и Very Small 2, то, что хотите и можете позволить по толщине вашего кошелька. Цвет должен быть такой, чтобы по сравнению с вашей оправой камень не казался желтоватым. Соответственно, в желтое золото можно купить камень пожелтее и улучшить другие характеристики. И только когда вы выполнили все предыдущие требования, качество огранки, цвет, чистота, вы решаете, какой камень по весу можете себе позволить по толщине вашего кошелька. Запомните, вес это последнее, что вы определяете. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова